Около месяца назад ведновчане заметили на улицах города коммерческие электросамокаты. Многие из них стоят возле станции Расторгуева. Пассажиры решили пересесть с троллейбуса на самокат. Удобно, практически. Нет тесноты в машрутках, в автобусе. Оплата карты, кстати, принимается чем... Не альфа-грант никак, там, переводами, так что, в принципе, почему нет? Самокаты нравятся. Это быстро, это удобно. До работы доехать, домой доехать, в магазин быстренько съездить и вообще пушка. До того же Расторгуева у нас часто все ездят и, соответственно, я тоже езжу, тоже очень удобно. Рука об руку с технологическим прогрессом идет несознательность некоторых пользователей электросамокатов. Ездят где хотят, на дороге не соблюдают правила дорожного движения и мешают водителям. На тротуаре мешают пешеходам. Но вот представьте, если средняя скорость самоката 30 км в час, то средняя скорость пешехода 5 км в час. Категорически плохо отношусь. Потому что летают, кто попал, скажем так. Пока еще не привычно. Почему? Потому что боишься, как бы тебя не сбили, не задели. А так, множество должно быть, конечно, в нашем современном мире. Я не пользуюсь, но мне они не мешают. Они стоят и стоят. А когда они не стоят, а едут тоже? Я редко вижу такое. Арендовать самокат элементарно. Достаточно иметь смартфон. Наводишь камеру телефона на QR-код, скачиваешь приложение, регистрируешься. Кстати, регистрация происходит от 18 лет, но истинное положение дел никто не проверяет. Ну и все. В дорогу. Важно, что у арендованных транспортных средств стоят ограничения приблизительно в 30 км в час. А вот у частных самокатов она может достигать до 90 км в час. Конечно, это опасно, они могут врезаться, но у меня зять этим пользуется. Очень удобно. Он сел ищет уже на конце другого города. Поэтому я, с одной стороны, хорошо отношусь. Удобно. В другой стороне, да, бывает, что они летят и боишься, что собьют. Вот единственное, если бы что-то было бы для них, и проблем бы не было. А так очень удобно, я считаю. Молодежи, во всяком случае, очень нравятся. В последнее время в правительстве России широко обсуждается вопрос ужесточения правил пользования электросамокатами. Законодатели предлагают оснастить их номерными знаками и страховкой, а пользователей – водительскими удостоверениями. В принципе, это правильно. Потому что, вы знаете, даже некоторые не знают правил движения, дорожного движения. И они выезжают и на тротуар дети идут с колясками, мамы, родители молодые. И на дорогу тоже самое. И в то же время невнимательные еще некоторые люди. Я думаю, что да, ужесточения нужны. По скорости я тоже считаю, что нужно. Потому что иногда они летят ужасно. Больше нет, чем да. То есть, ну, это то же самое на велосипеды, тогда можно водить. Кажется, к вечным спорам право и лево руках машин, липучек или шипов прибавились еще обсуждения за и против самокатов. Но самое главное – все надо делать с умом. Берегите себя. А по району дежурили. Юлия Погосян, Александр Логинов. Видно и ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова